Друзья, всем привет! Сегодня мы с вами прогуляемся по вечерней Ялте. Мы покажем развлечения, которые есть на набережной. Покажем развлечения как и для взрослых, так и для детей. Надеюсь, мы их сегодня найдем достаточно, покажем вам цены, покажем, что у нас есть на набережной, что, возможно, скоро появится. И все покажем, расскажем вам. Надеемся, вам понравится наш видеоролик, так что смотрите наше видео до конца, уже ставьте нам лайк. У нас очень мотивируется на создание дальнейшего контента. Ну а мы с нами делаем наше дело. До встречи! Ну что, смотрите нас. Ну что, начнем наше путешествие с этой кафешки. Вкусно! Насколько я знаю, там есть караоке. Можем сейчас посмотреть, проверить. Есть второй этаж. Да, есть второй этаж. У нас тут мотоцикл зачем-то приехал. Вот караоке зал. Оп! Ага, не фокусируется он. Может попробовать вот так? Ну вот, одно из развлечений Ялты находится здесь, в караоке. Вдруг кто-то захочет попеть, спеть любимые песни. Вот еще одно развлечение в Ялте, которое есть. Я бы назвала это как такой мини-клуб «Птица-бар». Это ресторан, находится вот на втором этаже. По выходным, начиная с пятницы, там проходят очень классные мероприятия, концерты. Приглашают разных балерин, разных гимнастов воздушных. И они показывают классные представления. Депозит стола там, правда, довольно таки дорогой. Не знаю точно, сколько стоит. Но, по-моему, от пяти или даже десяти тысяч. Ну, вдруг, если вы захотите, то можно пойти. На выходных там очень классно. Мы уже тем временем выходим на основную набережную. Посмотрим, что здесь у нас есть. Наши фонарики. Скоро начнет темнеть, поэтому покажем вам все побыстрее. Посмотрим сами, что может нового появилось. Друзья, еще хотела вам быстро показать. Вот здесь, за памятником Ленину, есть бассейн, на котором есть водные развлечения для деток. Сейчас посмотрим, работают они или нет, в какую стоимость услуги. Потому что, если приехали отдыхать в Ялту, ой, в Ялту с детьми, то обязательно вам надо их чем-то развлечь, что-то им показать интересное. Здесь у нас очень часто скейтеры катаются. А вон, кстати, и развлечения на воде. Ух ты! Водный лебедь. Сейчас узнаем, сколько стоит. Вот такие развлечения. Подскажите, а в какую цену? 250? На любом, да? Да, там вдвоем. Ага. А оплата картой можно? Нет, только наличными. Вот такие вот развлечения. 250 рублей 5 минут. Любой из этих транспортных средств будет ваша. Оплата только наличными. Здесь возле лавочек у нас уже зацвели розы. Смотрите, какие красивые. яркие такие, красные, белые. Красота какая! Можно сфотографироваться. Еще у нас так украшены пальмы, еще с Нового года осталось. Я думаю, что здесь получатся прекрасные кадры. Ну что, пойдем? Спустимся вниз. Сейчас мы с вами выйдем в главпочтампу по такой красивой дорожке. Вот так красиво у нас украшен вход на набережную. Вот в той стороне у нас площадь Советская Администрация. И мы с вами сейчас выйдем на набережную. Впереди вижу машинки катаются. Сейчас узнаем, сколько они стоят. Мы с вами сейчас вышли на набережную. Снова. Вижу, передо мной есть машинки разные для детей. Мы сейчас посмотрим, сколько они стоят. Какие машинки есть. И все расскажу, покажу вам. Пойдем? Так, ну вот я узнала стоимость проката такой машинки 250 рублей 5 минут. Оплата, возможно, карты переводом. И вот 500 рублей на самокатах полчаса. Вот такие вот цены на развлечения в Ялте. Ну, надеюсь, это не все, что мы сегодня найдем. И Ялта нас порадует чем-то еще интересным. А вон еще ребята тоже сдают машинки. Сейчас узнаем, сколько стоит. Смотрите, какой тут автопарк большой. Выбирай, какую хочешь. Расскажите, а какая стоимость? 300 рублей 10 минут. 300 рублей 10 минут. И оплата картой возможна или нет? Да, можно. Переводом, наверное, да? Так, 300 рублей 10 минут. Но здесь получается выгодней. Там 500 рублей бы 10 минут получились бы. И тоже оплата картой возможна. Скорее всего, переводом. Парень не уточнил. Но сказал можно. Вот у нас тут художник распаковывается. Сейчас начнет рисовать. И возле него соберется очень много людей смотреть на его талант. И вот еще одни машинки. У нас прям аншлаг. Здравствуйте, а какая стоимость машинок? 250 рублей. 5 минут 250 рублей, да? Да. А оплата картой возможна? Нет, только наличные. Только наличные. Вот. А вот здесь вот такие вот крутые автомобили. Трактор. Еще и какой-то КамАЗ. Какая красота. Вот еще с нового года осталась у нас фотозона. Крылья ангела. И кафешка. Кофейня, точнее. Ну что, пойдем дальше. Посмотрим, что есть еще на набережной. Надеюсь, это не все. Но что-то из такого яркого я уже мало что вижу. Вот я вижу ребят. Не знаю, раскладываются они или складываются. Сейчас узнаем. Надеюсь, раскладываются. Потому что развлечений на набережной как-то маловато. Ну вот, здесь ребята собираются. Был бассейн с рыбалкой. Была конструкция вот большая с горками, с шариками. К сожалению, ребята сейчас собираются. Им дали разрешение всего на две недели. И они сейчас ждут либо продления разрешения на установку конструкций и своих развлечений. Либо уже будут собираться и, так сказать, закончат свою деятельность вообще. Вот здесь они стояли. Надеюсь, они еще появятся. Потому что для деток все-таки развлечений маловато. А мы с вами пойдем на поиски новых развлечений на набережной. Ну и вообще возле набережной для взрослых, для детей. Пока мы нашли не очень много. Но все, что видела, вам показывала. Пойдем искать дальше. Друзья, довольно тяжело снимать, конечно, набережной. Потому что очень много разных посторонних звуков. Очень много разной музыки играет со всех кафешек. Кто-то выступает, кто-то играет на своем инструменте. Ну и, конечно же, не хочется, чтобы в кадр это все попадало. Потому что это все мешает нашему потом видеоролику и выкладке контента, конечно. Сейчас будем потихоньку сниматься, показывать все, что есть на набережной. А вы оставайтесь вместе с нами. Смотрите это видео до конца. И поддержите нас обязательно лайком. Нам это будет очень приятно. Нас это мотивирует. Сейчас посмотрим на Ялту с высоты птичьего полета. Посмотрим на вечернюю Ялту. И немножко насладимся этими прекрасными видами. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Друзья, я наконец-то узнала стоимость вот этих развлечений 10 минут 300 рублей. Вот такие вот классные штучки. У детишек они пользуются спросом. Смотрите, как много ездят. В общем, новинка топчик из топчиков. Вот такие у нас остались декорации еще, по-моему, с позапрошлого Нового года. Красивые очень, много отдыхающих туристов и местных фотографируются здесь. Очень такая красивая аллея получилась. Как вам? Пишите в комментариях, нравится или нет? Или считаете, что все-таки это такой новогодний стиль, и он должен украшать Ялту только зимой? По-моему, очень здорово. Вот такое развлечение в Ялте еще есть. Кто пробовал, пишите в комментариях. Главный приз 12-й айфон. Либо Мишка. Даже не знаю, что лучше. Мишка тоже такой симпатичный. Вот, все возможно. А сколько стоит? 300 рублей 5 попыток, 400 рублей 10 попыток. Давай еще раз попробуй последний. Нет, тогда я показывала, посмотри. Ногу сюда, а ручку сюда. Вот. Богатырь за айфоном. Конечно, на кону айфон 12. А вон еще фотокабинка. Ташик, не хочешь фотокабинку сделать? Мне кажется, классно сделать такие фотки, нет? Покривляемся. Ну да. Нет? Ну да, какая-то мелочевка есть. Вот 200 рублей, я думаю, найдем. Здравствуйте. Смотри, какая классная. Готов? А карты у вас можно будет расплатиться? Нет, да? Ну это просто чисто для... На курорте и карты. На курорте и карты? Не хватало тебе. Ну что, пойдем? Ну конечно. Потом покажем наши фотки. Отключаемся. Мы сразу получили наши фотографии. Смотрите, какие вы здесь классные. Думали не получится, но и получились очень даже ничего. Ну ты ничего, а я так себе. Да не, оно прикольно. Класс. Обязательно попробуйте. Я думаю, 200 рублей это недорого для такой памятной вещи. Я, кстати, первый раз такое делаю. Такие фотографии. А вы уже фотографировались в фотокабинке? Там написано, кто не фотографировался в фотокабинке, тот не был в Ялте. Вот так вот. Ну все, пойдет на холодильник у нас там. Да. А потом на нашу стену фотографии. Ну что, пойдем дальше искать развлечения на набережной. К сожалению, их не так уж и много, но мы все найдем. Вот мы нашли здесь телескоп. Поднимаемся. Сейчас узнаем, сколько стоит. Ой, привет. Смотрим сегодня на Юпитер. Развезды, подходим, смотрим. Она немножко другая. Вот такой вот большой. А, еще на Луну можно посмотреть. Ну, ладно, обратно, хорошо видеть. Давай. Ну что, Антоша, будешь смотреть на звезды? С одного человека 100 рублей. Ой, нет. Не хочу смотреть на звезды. Я видел... Ты не все еще видел звезды. Да? Я на календаре подписчиков поотвечаю. Опасненько. Опасненько. Я на календаре подписчиков поотвечаю. Музыка 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 Продолжение следует... 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 И вот, кстати, в этом сквере хочу показать вот такой вот уголок спорта для тех, кому может пригодиться. Кто приехал в Ялту на какое-то длительное время, возможно, вы здесь найдёте какие-то себе развлечения. Вот такой вот спортивный танцевальный центр. Ну что, друзья, пришло время прощаться. Мы вам говорим до встречи. Смотрите наши видеоролики. Мы стараемся для вас. Обязательно поддержите этот видеоролик лайком и подпиской на наш канал, если вы попали на него впервые. Ну что, до встречи. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok